Не так много времени осталось до начала капитального ремонта одного из наиболее известных зданий столицы Карачаева Черкесии. Построенный в 1961 году бывший дом пионеров, а затем дворец детского творчества имени Гагарина, ожидает преображения в рамках нацпроекта «Культура». О ближайшем и будущем городского центра культурного развития в сюжете Артур Мхце. Естественная вентиляция здания с необычным дизайном коридоров и лестничных пролетов, на фоне которых даже древний макет самолета кажется более современным, издающий совсем не мелодичный скрип полы. Бывший дом пионеров Черкеска, получивший в название имя первого космонавта Юрия Гагарина, нуждался в капитальном ремонте очень давно. Усилиями педагогов доп. образования здесь долгое время удавалось наводить марафет и создавать некоторый уют. Качественное утепление окон, застеленные своими силами полы в кабинетах, лишь часть проделанной работы. Но для соответствия современным требованиям этого мало. В конце прошлого года было достигнуто принципиальное решение о кардинальном преображении здания, где располагаются Центр культурного развития, спортивные и художественные школы, а также готовят мастеров на все руки. У нас хорошо с нашим образованием. Во Дворце детского творчества, нынешний Центр культурного развития, ремонт не делался с здания, как его только сдали в 61-м году. То есть своими силами каждый год учителя делали ремонт, где-то подкрашивали, где-то ремонтировали. Но капитального ремонта никогда, скажем так, не было. И у нас радость, новость, у нас будет целый капитальный ремонт, у нас будет меняться всё. Небольшая экскурсия по этажам здания отметает последние сомнения в необходимости скорейшего ремонта. Заниматься можно и в таких помещениях, если, разумеется, закрывать глаза на существующие требования к учреждениям, где обучают детей. Поэтому заезд сюда строителей остаётся делом времени. Причём капитальный ремонт затронет не только само здание, но и прилегающую территорию. Городские власти приняли во внимание пожелания и замечания коллектива. А дизайнеры подготовили проект, который на всех этапах проходит согласование. В рамках капитального ремонта планируется замена кровли на металлочерепицу, облицовка фасада декоративной штукатуркой, капитальный ремонт всех кабинетов, а также благоустройство прилегающей территории. Внутри будут полностью заменены все сети. Это отопление, сети канализации, водоотведение, электрика. А также откапиталены все кабинеты. Это штукатурка кабинетов, замена полов, потолков и освещение. Ремонтные работы планируют начать в апреле нынешнего года. Общая стоимость – более 85 миллионов рублей. Впрочем, уже есть те, кому предстоящий процесс преображения не в радость. Это родители воспитанников учреждений доп. образования, которые боятся, что их любознательные дети могут на время остаться без занятий. А ведь здесь бесплатно получают качественные навыки более 1 тысячи юных горожан. Куда придется водить своих деток теперь – пока вопрос, ответ на который наверняка будет найден совместными усилиями людей, которым не безразлично воспитание и обучение подрастающего поколения. Тем более в год семьи в России, а также молодежи в нашей республике. Артур Махцем, Мухаммед Ашебоков, Михаак Аракелян. Вести, Карачаев, Черкесия.